Так, можно продолжать? Да, даже лучше. Значит, ну вот дальше мы, собственно, уже как раз захотели проверить, насколько вот это приближение работает. Тем более, что здесь мы, как я уже говорил, используем двухуровневые атомы, а нас дальше будет интересовать более сложная ситуация, когда атомы многоуровневые. Про многоуровневую сегодня говорить не буду, но планируется, что это будет использоваться как раз в дальнейшем для суперозвучательного лазера. Когда мы рассматриваем рубидий или цезий, или что-то еще в этом духе, не слишком с большим количеством уровней, но тем не менее, все-таки что-то более такое приближенное к жизни, скажем так. И здесь, собственно, мы использовали подход, о котором я говорил несколько ранее, то есть когда мы взяли и вводим кумулянты через матрицу плотности. То есть здесь нужно делать небольшую оговорку. В принципе, моменты и кумулянты, они связаны теми же соотношениями, что я показывал на прошлом семинаре. То есть мы кумулянты можем выразить через моменты, моменты через кумулянты, это все так. То есть мы можем опять же к кумулянтам идти через характери... точнее, моменты можем определить через характеристическую функцию, а кумулянты через логарифм этой функции. Я вот напоминаю эти вещи. Но можно опять же подойти к этому вопросу по-другому. То есть моменты можно написать как взятие следа от самого этого момента и матрицы плотности, можно так написать. И кумулянты можно выразить аналогичным образом, то есть введя специальную матрицу плотности для кумулянта. И, собственно, мы записали такие выражения. Они очень похожи на то, что получается для моментов. То есть здесь если заменить, скажем, момент для одной из частиц, то здесь будет... точнее, кумулянту для одной частицы, здесь будет момент одной частицы, они в точности равны. Если кумулянты для двух частиц записать через моменты, то вот здесь будут как раз эти моменты для этих двух частиц, вот та самая факторизация. И связи получаются на самом деле очень похожими. То есть мы можем выразить матрицу плотности для кумулянта через обычные матрицы плотности. Кирилл, извини, а можно на один слайд назад? Да. Тау, чтобы тау это у нас... Ага. Да, то есть нас интересуют теперь уже не моменты, а вот именно кумулянты. И для кумулянта мы вводим тоже свою матрицу плотности. Все, спасибо. Идея была такая. И дальше, значит, как раз усечение ряда, оно производится тем, что мы можем убрать старшую кумулянту, которая отвечает за корреляции между первой, второй и третьей частицей. И тогда выражения для матрицы плотности, для РО 1, 2, 3, они выразятся через предыдущие порядки. То есть через предыдущий порядок кумулянт, и они окажутся связанными. И, собственно, используя этот метод, дальше мы переписали матрицу плотности, как раз-таки разложив ее через моменты, как вот здесь записано, используя операцию следа, и представив матрицу плотности в операторном базисе. Здесь стоят разные моменты. И переписали наше управляющее уравнение, которое получается вот в таком вот виде. Здесь, собственно, оно уже проиллюстрировано. Я просто покажу это уравнение. То есть у нас получается вот такая вот иерархия, фактически, блочная структура, которая определяется оператором Линблада для управляющего уравнения. И получается, что моменты первого порядка связаны с моментами второго порядка через вот эти вот блоки. Моменты второго порядка связаны с моментами третьего порядка через такие блоки. Но при этом у нас нет, скажем, связи между моментами первого порядка и моментами третьего порядка. Но это уже связано вот с тем, что мы учитываем только операторы Линблада и двухчисленные корреляции, в принципе, двухчисленные взаимодействия, точнее, не корреляции, а взаимодействия именно. И здесь написано уравнение, когда мы учитываем корреляции третьего порядка, а корреляции четвертого порядка обрываем в системе. То есть, на самом деле, можно продолжить, было бы, но мы цепочку оборвали, и вот у нас получается вот такая вот замечательная система уравнений. Единственное, что мы должны учесть, вот этот член, который превращает моменты четвертого порядка в моменты третьего порядка. То есть, мы должны учесть все, что связано с моментами вплоть до третьего порядка. И этот член тоже нужно учитывать. Вот, и за обрыв цепочки у нас до этого уравнение было линейное, вот здесь оно, в частности, линейное, то здесь оно уже становится нелинейным, то есть вот эта вот функция, она зависит как раз-таки от C1, C2 и C3, то есть от моментов первого, второго и третьего порядка. Там получается такая некая нелинейная функция, вот, и дальше мы, собственно, решали уже вот такое вот уравнение, ну, для разных порядков, естественно. Вот, и вот то, что мы с вами, то, что мы, собственно, получили. Значит, здесь показаны те же кривые, что и на графике до этого, и здесь вот в зависимости от порядка, который мы учитывали. То есть здесь второго порядка, третьего, четвертого, пятого. Да, для второго порядка, естественно, они не совпадают, но это объяснимо тем, что мы считали уже не в термодинамическом пределе, как раньше, а для определенного числа частиц. Вот в данном случае мы посчитали для 15 частиц. Естественно, здесь мы использовали также то, что у нас частицы симметрии, то, что у нас есть симметрия в системе, то, что, скажем, здесь неважно, какая частица является первая, какая вторая в таких выражениях. И в итоге получились вот такие вот графики. Видим, что они, в общем-то, довольно неплохо сходятся, в принципе, с тем, что получается при обрыве на втором порядке. Ну, здесь может быть… Да. А N15 вы можете больше? Может быть, 150? Можем. А 1000? Вот с 1000 уже не знаю, не уверен. Сейчас объясню, почему. Скорее всего, нет. Сейчас объясню, в чем проблема. Значит, на самом деле, когда мы использовали приближение асимметрии, вот эти вот здесь, мы фактически выкинули всю информацию о числе частиц. То есть, вот здесь стоит… Если бы мы, скажем, хотели посчитать без учета симметрии, то весь одномоментный блок, он бы состоял… Допустим, у нас двухуровневая система. Значит, двухуровневая система – это означает, что мы… В операторном базисе мы должны написать как бы 4 момента. Ну, один момент – это… Один из операторов – это единичная матрица, поэтому там неважно. И три матрицы Паули, да, получается. И вот эти три матрицы Паули мы должны были записать для каждой частицы. То есть, у нас бы уже без представления асимметрии, как бы вот эта штука, она бы вела себя экспоненциально, как 3 в степени n. Ну, я объяснил, потому что должно быть вообще 4, но 4 – это просто единичная матрица, поэтому там ничего интересного, там как-то лампочки, ладно. Ну, вот это интересно, потому что я еще посмотрел, уточнил все-таки, вот с учетом этой симметрии, которую вы используете, то есть вы используете перестановочную симметрию, сложность точного решения n в кубе, то есть она полиномиальная. Ну, вообще, да, да, такая как раз симметрия использовалась. Но, опять же, Денис, вопрос, не, понимаешь, смотри, вот вопрос в том, сколько корреляций мы учитываем. Здесь, опять же, я говорю, что вот те уравнения, которые я писал, там всего два момента, но каждый из этих моментов, если мы учитываем корреляции старшего порядка, он будет связан с моментами старшего порядка, с куммулентами старшего порядка. Ну, ладно, давай пойдем дальше, посмотрим. Просто то, что я говорю про n в кубе, если у вас есть такая пермотационная инвариантность, то задача становится не экспоненциальной, а полиномиальной. Сложность n в кубе, она решается до сотен атомов легко, даже больше мы решали. Это вот именно эта задача. Денис, а вы решали задачу с учетом взаимодействия атомов, да, друг с другом там чего-то? Или только каждый атом по отдельности, значит, и с полем? Они, там должна быть, главное требование, это вот как здесь в уравнении написано, должна быть пермотационная инвариантность. То есть вы должны, то есть у вас должна быть стоять, если это накачка индивидуальная, то должна быть сумма по всем атомам. То есть накачивать индивидуально каждый атом одинаково. Или если коллективный распад, то в диссипативном операторе должна стоять сумма всех операторов с одинаковыми весами. То есть если есть эта пермотационная инвариантность, тогда задача становится полиномиальной сложности. Там и гамильты, ну, то есть это вот... Так и должно быть. Да, Денис, так и должно быть. Я с тобой в этом плане-то не спорю как раз-таки. Просто там как бы она полиномиальная без обрезания всяких этих аккумулянтов. Вот это я не понимаю, почему так. Потому что там ничего не обрезается, оно точно решается. Потому что ты можешь тогда задачу замэпить, вот если у тебя симметричное пространство, то записывать состояние на сфере блоха радиуса N. Это с накачкой? Нет, это как раз без индивидуальной накачки, потому что она сломает это состояние. А если есть такая индивидуальная накачка, но она одинаковая для всех атомов, тогда всю задачу можно записать, спроектировать на N сверхблоха разного размера. И они между друг другом будут связаны. Это будет структура, похожая на ту, у которого сейчас Кирилл пишет с аккумулянтами. И там просто до конца идешь, и она вся разматывается до N. Денис, я думаю, что то, что вы говорите, оно рушится добавлением тех дополнительных членов, которые Кирилл сказал, что они добавляют к такой традиционной постановке задачи. А вот если есть пермотационная инвариантность, то все остается. Я не знаю, Кирилл ее хочет сломать или нет. Он вот не хочет нам написать эти члены дополнительные, но из того, что он сказал, есть такое ощущение, что именно они и рушат. Ну, давайте дальше пойдем. Давай, если что, еще потом тогда этот момент обсудим, потому что, на самом деле, очень интересно, в чем различие. Потому что я вроде и понимаю, что получается, и действительно я согласен, что получается полиномиальная сложность. Но, опять же, она как бы определяется тем количеством частиц, которые мы учитываем. И в любом случае тоже такой вопрос есть, нескромный. А сколько уровней вы учитывали в системе? Ну, атомы двухуровневые, например. Для двухуровневых я... На самом деле, это не важно. Или, ладно, не буду говорить ничего. Я делал... Это очень интересно, на самом деле. Этот метод, он встроен в кутип в библиотеку. То есть, его даже писать не надо. Оно есть готовое. До сотен атомов точно работает. Может быть, до тысяч. Интересно. Ладно, я потом прокомментирую этот момент. Ну, не этот момент, а немножко посхожий. Вот, собственно... Можно такой, значит, это комментарий просто вот из квантовой химии. Я помню, что, значит, когда рассчитывается молекула, да, там, из N атомов, да, вот, и все атомы друг с другом взаимодействуют и так далее. Вот там вычислительная проблема экспоненциально. Там все растет с числом атомов. Вот, время расчета. Вот, это как-то сюда можно отнести или нет? Да, вполне. Потому что, в любом случае, если количество уравнений возрастает экспоненциально, то понятно... В общем случае, в квантовой механике, конечно, все растет экспоненциально. Но когда добавляешь симметрии, все становится или линейно, или полиномиально. Да, давайте дальше. Какой-то обрыв, по-моему, произошел. Собственно, мы досчитали до 150 частиц, но тоже, правда, для второго порядка. Крафика для старших порядков здесь, к сожалению, нету. Пока не привели. Вот, но видно, что, используя наш метод, в принципе, мы тоже... Второй порядок, это второй порядок чего? Второй порядок корреляций. То есть здесь 150 частиц, но корреляции второго порядка. Вот. Двухчастичные. Да. И здесь мы тоже сравниваем с тем, что... Здесь фактически мы сравниваем то, что у нас получилось для пяти частиц. Но это тоже неудивительно, что кривые отличаются, потому что, как я уже сказал выше, значит, у нас в тех уравнениях, которые я написал, некоторые члены, они как раз-таки, вот если мы все по-честному запишем с самого начала, то там будут члены, которые зависят от единиц на n. Вот. И понятное дело, что там для 150 они уже не играют особой роли, а вот для меньшего числа частиц они все-таки важны, и получается вот как раз-таки, что кривые все-таки расходятся. Границы вот этого кооперативного режима, они как бы низко сдвигаются у нас. Вот. Дальше, используя тот же метод, мы как раз-таки нарушили вот эту самую... А можно обратно, опять же, на эту картинку? То есть тут, значит, для всех кривых, значит, только второй порядок корреляции, то есть средняя от произведения сигма, там, 1 на сигма 2 учитывается только. И просто число частиц разное, да? А для всех только второй порядок. Нет, ну до этого мы считали же и старшие порядки. Да, да, я просто... То есть, насколько они, смотрели, насколько они отличаются. Спасибо. И мы также решали случай, рассматривали случай для каскадной системы, когда у нас как раз-таки симметрия рушится, и частицы взаимодействуют вот каскадным образом. То, что Иван Владимирович в свое время предложил, Соколов. Вот, когда у нас на вход второй частицы приходит излучение только связанное с первой частицей, а на вход следующей частицы только с первой и второй, но при этом как бы все излучение распространяется только вперед, таким вот раскаданным образом. Такие ситуации действительно возникают. Вот, ну, значит, здесь опять же рассмотрена самая такая простая модель, когда вот у нас есть только двухуровневые атомы. Ну и опять же, да, на самом деле не только двухуровневые, здесь уравнение для двухуровневых написано, но мы также рассматривали и многоуровневую ситуацию. Вот там как раз много частиц уже не рассмотришь по тем причинам, которые были озвучены выше. Все растет экспоненциально. То есть там уже каждый момент нужно учитывать для каждой частицы. А какой вы рассматривали многоуровневый, значит, к примеру, рассматривали переход там 0.1, чтобы там внизу основной, значит, уровень был не вырожденный, а сверху 3 вырожденных. То есть обычно такие рассматривают, вот самый простейший вариант. Ну, скажем так, куда это дальше будет использовано, я так знаю, немножко опосредованно, потому что все-таки мой интерес – асимметричная система. Вот, а то, что рассказывали, в общем-то там атомы были в волокне, а что за атомы? Ну, скорее всего, какой-нибудь любительницей, с большой вероятностью. А что там дальше? В какой-то момент тоже обязательно об этом расскажу, но вот все-таки не сегодня. Сегодня я на основном метод, к этому вниманию, на результат, который мы получили для таких вот упрощенных моделей. Вот, то есть, вот скажем, тоже для каскадной системы мы посмотрели разные порядки. Для понимания я вас как бы дернули. На один слайд верните, пожалуйста. На один назад. Где здесь сидит однонаправленность в уравнении? Вот там, где й больше л? Да, здесь. То есть здесь у вас однонаправленность паномерам, да? Да, именно так. Ну, то есть первый со вторым, второй с третьим и так далее. Понятно. У нас с Мишей было, так сказать, всего две системы. Одна управляет другой. А вы как бы заложили... Вот что вы заложили? Номер три управляет системой номер четыре? Или номер три управляет системой номер четыре, пять, шесть, семь, восемь? Вот как? Да, именно так. Именно так. То есть у нас от первого атома будут зависеть все остальные, от второго все начиная с третьего и так далее. То есть вообще не той схемы, которая у нас была, была здесь вот такая, да? Ну, тем не менее, я скажу так, что... Это не цепочка, а... Ну, как это называют? Ну, да, ну, каскадностью ее еще называют. Ну, вот, по крайней мере, да, я не знаю, как ее точно называют. Я знаю, что вот раздел книжки Петра Цоллера, посвященная к вантовому шваму, как раз начинается с ссылки на вашу статью. То самое. Вот. Поэтому... А раздел называется каскадилити. Вот и все. Что могу мне еще сказать. И, собственно, мы посмотрели тоже вот такого рода момента. То есть здесь у нас момент для первой частицы записан, здесь для итой. То есть вот как мы ее ведем вдоль волокна практически, да? И мы посмотрели вот корреляции разных порядков вплоть до шестого. Там для какого-то вот определенного числа частиц. Вот. Ну, естественно, когда мы, собственно, повышаем порядок корреляции, мы уже использовали все меньше и меньше частиц. И видно, что вот если мы учитываем только второй порядок корреляции, здесь, конечно, ситуация более драматичная, чем для симметричной системы. Вот. Что у нас корреляция получается такой негладкой такой. С углами. Вот. А если мы начинаем как бы читать старшие порядки, то все потихонечку так полигонечку сглаживается. Вот. То есть для каскадных систем там действительно как бы... Если для симметричных систем там, в принципе, нам гауссовости вполне хватает, да? То есть учет к корреляции второго порядка, ну, может быть, третьего дальше. Чтобы там чуть-чуть поаккуратнее все получить, поточнее. Вот. То здесь уже ситуация такая несколько более драматичная. Вот. Ну, и здесь, да. Здесь мы, значит, взяли одни параметры в системе. То есть это параметр накачки фактически, а это параметр вот как раз связи в этом члене, который связан с каскадностью бета. Вот. Если мы берем его одно значение, и если мы берем фактически его другое значение. То есть когда у нас каскадность, она особой роли не играет. То видно, что у нас все сразу же сглаживается, то есть эффекта никакого фактически нет. Это была такая проверка себя. Вот. И, естественно, мы можем рассматривать не только двухуровневые системы, как бы в чем особенность нашего метода, вот как раз таки в той самой системности, но также рассматривать и многоуровневые ситуации, когда у нас вместо операторов В, О и так далее стоят какие-то старших операторов моментов, старших моментов спинного оператора, то есть для многоуровневых систем. Вот. И мы оценили наши, так сказать, возможности, которые мы можем просчитать. Извини, Кирилл, а значит, то есть сейчас уже, значит, какая-то многоуровневость идет, результаты, или? Ну, мы посмотрели, что мы можем, вот, имея в виду вот ту самую структуру, которую я написал ранее для симметричной системы, да, вот, вот, иерархию. Мы, собственно, оценили размерность получающую, для получающегося уравнения, сколько у нас членов входит туда, сколько уравнений нам надо решить фактически. Вот. И здесь как раз таки представлены вот эти вот графики, которые оценивают количество членов в матрице. А я просто вот не понял, извини, значит, предыдущее уравнение. А можно там объяснить, что такое W? А здесь как бы мы не, ну, мы не привязываемся к каким-то конкретным операторам, то есть мы просто говорим, что у нас есть какой-то вот оператор, который связывает две частицы, ну, такое двухчастичное взаимодействие. То есть в самом простом случае там это могут быть, ну, опять же, операторы… Сигма-сигма-сигма-сигма-сигма-сигма. Да, да. Вот, а здесь как бы мы просто вот делаем такое обобщение для произвольных уравнений вот такого вот вида. То есть когда у нас, в принципе, наш метод оказывается применимым. И получили вот такие вот инстаграммы, пирамидки. То есть, извините, Леонид, и здесь же как бы учитывается уровневость, энергетический уровень, нет? Да, да, конечно, да. То есть, а где здесь вот зарыта, значит, к примеру, структура уровневая, да, там сверхтонкое какое-нибудь расщепление или что-нибудь еще? Это уже как-то… И можно сказать, что W это, значит, оператор рождения атома в каком-то состоянии определенном, да? То есть, так это понимать? Вот W с крестом. Да, в общем… То есть… Ну, скорее спины, операторы момента. Ну, здесь момент уже… Здесь уже как бы используют моменты не второго порядка, а старших порядков. Ладно, значит, наверное… Ну, то есть, скажем, все, что связано с зимановскими уровнями, то это все как бы закладывается в алгебру операторов. То есть, сами операторы. Просто W это что? Это взаимодействие с полем, что ли? Или… Нет, ну, это операторы, относящиеся к одной частиц какие-то и к… Да, это W, а вот следующее слагаемое? Следующее – это кооперативный какой-то либо распад, либо наоборот подъем. Ну, это коллективный дипольный момент имеется в виду такой вот. Спиновый момент. И это, значит, утверждается, что это для произвольной системы, да, многоуровневый? То есть, ну, на самом деле, да, для производственного уровня системы, на самом деле, опять же, какая конкретная система, рассмотрим мы атомы или поля, нам здесь совершенно не важно. Здесь, как бы, особенность только в том, значит… Какой вид. Да, какой вид, и все. И является ли система симметричной. Ясно, спасибо. Вот. Ну, это… Идея только в этом. Вот. Ну, похоже, уровень будет для каскадной системы, но я на нем, естественно, оставлюсь тоже не буду. Ну, вот. Только там, соответственно, используется, опять же, не двухуровневая оператория уже, а многоуровневая. И вот мы как раз оценили наши возможности для расчета таких систем. То есть, здесь у нас стоит, собственно, количество уровней. Вот это вот двухуровневая система, трехуровневая, четырехуровневая, дальше четырехуровневая, наверное, самое интересное здесь, потому что как раз для пятиуровневых, ну, мы можем посмотреть некие переходы в том же Рубиде, когда у нас есть димановская структура уровней, вот, скажем, для Рубиде, когда F равен 2, там получается, соответственно, 5 димановских подуровней. Вот, собственно, мы можем как раз посмотреть, что-то для Рубиде в симметричной системе. Вот, и здесь, значит, отложено количество элементов в каждой из матриц, которые я изобразил, рисовал. Значит, здесь у нас одномоментные корреляции, здесь двухмоментные корреляции, трехмоментные, а это B1, матрица, значит, в качестве B обозначены те матрицы, те блоки, которые связывают одномоментные корреляции с двухмоментными корреляциями и так далее. Вот, и видно, что, как бы, значит, для двухуровневой системы вот эти матрицы, с учетом приближения симметричности и уравнений, они содержат до тысячи элементов, вплоть до очень высоких порядков, то есть мы на самом деле можем двигаться, двигаться и двигаться здесь. Вот, а для уже многоуровневых систем у нас получается уже, честно, выше тысячи. То есть, ну, как бы мы можем продолжать, но тоже в какой-то момент мы должны будем оборвать цепочку, потому что дальше уже мы сталкиваемся с теми, ну, со случаем, когда мы уже посчитать не можем. То есть все, что больше миллиона, скажем так, уже считается очень непросто. Да, у нас матрицы содержат миллион элементов. Вот, понятное дело, что старшие корреляции для многоуровневых систем мы уже не можем просчитать, потому что они уже содержат больше миллиарда элементов. Вот, но кроме того, как я уже сказал ранее, у нас за счет приближения симметричности мы из самой структуры уравнений убрали всю информацию о количестве частиц, но, тем не менее, информация о количестве частиц у нас все-таки встречается в этих уравнениях и встречается в виде вот таких вот беноминальных коэффициентов. Это связано с тем, что мы не различаем, допустим, у нас есть момент какой-то сигма-икс, сигма-игрик. Для какой частицы мы написали сигма-икс, а для какой мы написали сигма-игрик. И мы должны учитывать, собственно, вот эти перестановки между частицами, все возможные перестановки. И вот они как раз описываются такими беноминальными коэффициентами, которые зависят уже от числа частиц, рассматриваемых в системе, и которые могут быть очень большими. То есть вот, да, с одной стороны число частиц у нас как бы не влияет, но с другой стороны все-таки вот мы ограничены, ну, не влияет на структуру, на количество элементов в уравнениях, да, но все-таки ограничения есть, и связаны как раз с большими беноминальными коэффициентами, связанными с перестановками. То есть этот фактор мы как бы тоже здесь учитываем. Поэтому вот те 154, которые мы посчитали, на самом деле очень-очень даже неплохо, в том плане, что дальше появляются уже очень большие беноминальные коэффициенты, которые просто трудно хранить в памяти компьютера. Вот. Ну и здесь небольшой пример того, что получается для многоуровневых систем. Ну, здесь, в частности, для двухуровневых как раз. Мы должны посчитать, сколько у нас единичных матриц. Вот в таком моменте встречается, сколько у нас сигма-х встречается, сколько сигма-х и сколько сигма-з. Вот. А n – это, соответственно, общее количество операторов здесь получается. Вот. Ну, вот здесь еще тоже приведена схема для каскадной системы. Тоже такая блочная, красивая. Вот. И, да, собственно, теперь, подводя вот к тому, о чем я говорил раньше, фактически вот в нашей схеме у нас заложен рецепт, как можно посчитать кумулянты и как можно выразить матрицу плотности через вот эти вот кумулянты. А на прошлом семинаре я как раз рассказывал о кумулянтах как мерение гауссовости. И следующий шаг, который кажется таким вполне резонным и разумным, это использовать кумулянт не только для учета корреляции в системах, но также и посмотреть статистику от своих помощи. Вот. То есть посмотреть мегауссовость. И поскольку мы фактически уже имеем рецепт, как списать матрицу плотности, нам уже что-то доступно чуть ли не сразу. Например, мерение гауссовости на основе дистанции Гильберта Шмидта. То есть когда у нас есть вот та матрица плотности, которую мы считаем для системы, с учетом обрывов всего на свете, ну, скажем, но, естественно, обрывов не давал порядка, уже о старших порядках. И матрица плотности, которую мы запишем… Матрица плотности, когда мы оборвали цепочку на втором члене фактически. То есть мы можем посмотреть, какой вклад с помощью этой дистанции, и какой вклад в статистику носят члены старших порядков. То есть какая у нас будет негауссовость. Вот такая дистанция нам, по-моему, уже доступна чуть ли не сходу. Вот в чатном цеперочек-найдере можно посмотреть, как раз насколько все зависит от старших порядков. Вот. Дальше есть и другие меры негауссовости, но они как бы тоже получаются, в общем-то, на основе матрицы плотности. Значит, здесь написано определение так называемой дифференциальной энтропии. Надо сказать, что все меры негауссовости. Ну, не все, но очень многие, они строятся на основе энтропии. И здесь написан аналог энтропии Шеннона, но для неприемных систем, так называемой дифференциальной энтропии. И вместо вероятности здесь стоит плотность вероятности дифференциальной энтропии. И строится вот такая вот меры негауссовости. То есть, опять же, смотрится распределение, когда учитываются только кумулянты не старше второго порядка, то есть гауссовое распределение, и учитывается истинное распределение, которое есть со всеми порядками кумулянтов. Вот. И на основе вот этой вот меры негауссовости, точнее, этой энтропии, строится так называемое расстояние пыльба калиблера. И в квантовом случае вместо распределения п какого-то берут ту функцию. И то, что получается, называют энтропией веро. Это то же самое, что для дифференциальной энтропии, но для квантового случая, скажем так. И на ее основе как раз строят эту вот самую дистанцию с помощью энтропии веро. Но, опять же, как я уже говорил на прошлом семинаре, мы можем брать как кумфункцию, также с тем же успехом мы можем брать и функцию Вигнера и смотреть подобные меры и пытаться определить, какая из этих мер является лучше. Потому что на сегодняшний момент какого-то универсального рецепта определения негауссовости его практически нет. То есть мы можем смотреть разные меры и уже, собственно, их сравнивать между собой. Либо же, как часто поступают экспериментаторы, мы можем посчитать сами кумулянты и сказать о негауссовости, что-то о негауссовости как раз-таки на основе наличия кумулянт старше второго порядка. Собственно, так обычно и поступают. В частности, знакомая нам группа из Парижа, как раз они не заморачиваются тем, что считают подобные меры, они считают как раз сами кумулянты. Ну вот на этом, наверное, все, то, что я хотел сказать. Если есть какие-то вопросы, то буду рад на них ответить. Ну вы сегодня потрясающе уложились. Можно вопрос, вот пятый слайд, что это за буквы такие, Blackboard, как они называются? На пятом слайде, где пошли эти буквы, эти самые неожиданные совершенно. На пятом слайде? Ну пятый слайд, да, вдруг это бах, пошло так. Вот да, вот что-то такое внизу, что-то да, а-а-а-а с этим самым. А вот это, это, собственно, ну и здесь имеется в виду, значит, здесь имеется в виду те частицы, какие мы рассматриваем для написания этого момента. То есть здесь индекс И, он отвечает за частицы. То есть там первая частица, вторая частица, третья, четвертая и так далее. И, собственно, причем, опять же, симметрии нам неважно, какие... Много частиц получается, да, в этом индекс входит, или как? Нет, 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 здесь, допустим, здесь входит в этот индекс те частицы, которые мы хотим учить, которые мы должны учить для написания данного момента. То есть, допустим, у нас есть момент sigma x, sigma y, sigma z, нам надо три частицы. И вот в это распределение как бы ходят какие-то три частицы. Там еще симметрия учитывается или нет? Симметрия, да, при этом тоже учитывается. Спасибо. Ну, то есть здесь как бы у нас есть n частиц, да, а это то, что называется partition. То есть мы берем какое-то разбиение этого набора из n частиц, и вот, собственно, это разбиение, это множество, как раз оно обозначено в качестве a. То есть, допустим, вот нам... Ну, поскольку, опять же, система симметричная, мы обычно берем не... Если бы было индивидуально, то мы должны были бы взять, допустим, первую, пятую и шестую частиц. У нас были бы еще такие разбиения. Но поскольку система симметричная, и нам неважно, какой порядок у этих частиц, мы можем взять просто первые n частицы, скажем, да, и вот пробежать индекс i от 1 до n. То есть здесь такое общее обозначение, но как бы оно на самом деле... Его можно для симметричной системы немножко упростить. То есть рассмотрим, допустим, там первые n частицы, скажем. Всем привет. Я включил звук. И, Кирилл, приветствую. Сегодня, как вас был понятен, что вы хотели, чтобы все поняли. Можно уравнение для матрицы плотности, где я пытаюсь осознать пока только одно. Нет, самое большое. Вот рост с точкой равняется. Вот тут оно тоже чему-то равняется. Но в основном очень близко было, главное уравнение. Вот, хорошее уравнение. Можно все-таки пояснить? Ро, статоператор? Да, нет. Да. Чего? Система. Какой? Какой системы? Понятно, что система. Благотонный. Состоящий из чего? Ну, здесь, опять же, не уточняется, какая эта система рассматривается. Это такой самый общий случай, фактически. То есть, когда у нас... Общий случай. Это же не биология. Вы же не организм рассматриваете, надеюсь. Ну, вот, в частности, мы можем использовать... Какие компоненты системы? Система атомов, пусть двухуровневых, например. Чем меньше и чем определённее, тем лучше для меня, потому что я хоть что-нибудь пойму. Александр Сергеевич, извините, у нас сейчас закончится время. Давайте мы перезагрузимся и продолжим ваш вопрос. Так, а может, и не имеет смысла тогда? Нет, имеет смысл. Имеет смысл дискуссию продолжить. Я не готов к дискуму. На неё хорошее время. Понятно, какая система. Хорошо. Давайте перезагрузимся. А, я не умею. Нет, я умею, конечно.